И мы с Русланом Богдановичем с огромным удовольствием представим слово следующему спикеру, профессору из города Мумбай, Индия, Махешу Гаэлю. Специалист этот возглавляет один из крупнейших госпиталей, который имеет колоссальный опыт в лечении такого сложного и непростого, прямо скажем, достаточно редкого для нас заболевания, как рак желчного пузыря. Спасибо большое. Сначала я бы хотел благодарить за приглашение в этот исторический город выступить на данном конгрессе. Я буду говорить о раке желчного пузыря. Да, прежде чем я перейду к самой теме, я представлю свой мемориальный госпиталь. ТАТА мемориальный госпиталь. Это с 1941 года существующая больница клиническая, которая уже имеет примерно 800 коек и 65 тысяч пациентов заболеваний, онкологии лечатся в этой больнице каждый год. Это довольно большая клиника. Итак, Максимилиан Столл сказал, что этот вид рака вряд ли будет иметь какой-либо вид лечения помимо хирургического истечения. И также из всех онкологических заболеваний операция не должна выполняться, если это не удлиняет жизнь человека. Но с тех пор мы почти что не видим прогресса в области лечения рака желчного пузыря, поскольку это по-прежнему убийственное заболевание. И считается это орфанным заболеванием. Это означает, что не так много уже людей подвержены этому заболеванию, но из-за этого и ограничены методы лечения, поскольку они не разрабатываются для орфанных заболеваний. А также есть очень большая специфика размещения присутствия этих заболеваний, имеется в виду рак желчного пузыря в странах. И большинство исследований, которые проводились, пока еще недостаточно, чтобы понять всю закономерность их присутствия в той или иной стране. И ТАТА является одним из таких учреждений, где проводятся исследования в этой сфере, и пытаемся мы упорядочить информацию. Но, тем не менее, нужно отметить, что очень низкий уровень выживаемости. Выживаемости 5 лет имеет выживаемость 5-10%. И 20-е по распространенности заболевания онкологическое, а также более часто встречается среди женщин. И географическое определенное предпочтение 66% располагается в Южной Америке и в Азии. Вот эта карта, показывающая географию в Чили, самый высокий уровень распространенности рака желчного пузыря, и, соответственно, смертность от него самой высокой в Южной Америке. И что касается азиатской, региона азиатского, то в Индии самый высокий уровень заболевания. 22 на 100 тысяч населения, если говорить о женском. Таким образом, нужно обязательно смотреть на конкретный регион, если мы изучаем его распространенность. После рака матки и рака груди среди женщин Индии это третий по распространенности. 50 тысяч смертей в Индии в год примерно наблюдается. И если сравнить с Штатами, где только 3 тысячи, это очень большая разница. Для Индии это очень важный приоритет, таким образом, за высокую смертность именно от этого вида рака. Также в Индии существуют регионы, где больше распространяется. Это северная часть Индии. Мы даже называем это разделом, водоразделом Индии, где очень часто встречается. А в южной части гораздо меньше. Это географический раздел. Этот географический раздел в основном из-за того возник, что население живет в несколько других условиях. И мы пытаемся выяснить до конца причины, но тем не менее эти исследования еще не закончены. Мы думаем, что есть некоторые факторы. Во-первых, у населения в этом регионе наблюдаются камни в желчном пузыре, а также очень часто встречается заражение салмонеллой и других носителей тифоидов. Также наличие в воде и других составляющих большого количества тяжелых металлов. Мы считаем, что пока из того, что обнаружено, вот эти факторы, скорее всего, являются основными факторами распространения широкого этого вида заболевания. Итак, что на сегодня можно сказать об этом виде рака? Большинство людей приходит к нам уже на поздней стадии, потому что на первых начальных стадиях у этого заболевания нет особых проявлений. А также многое количество населения лишены доступа к клиникам, к больницам даже в Индии, поэтому также это приводит к тому, что в основном к нам приходят люди уже с продвинутой стадией, как видите, здесь, когда нужно что-то делать, но делать поздно уже что-то. Также мы видим, что почти что 85% приводит к тому, что происходит отказ систем организма, и 80% имеют первое проявление, после чего возникают подозрения – это желтуха. Таким образом, мы видим не просто заболевания желтуха у этих людей, но и онкологическое заболевание на очень продвинутой стадии. Также, если посмотреть на японский регистр заболеваний, мы видим, что у них тоже регистрируется заболевание только в четвертой стадии, как правило, и во многих других регионах. Из-за того, что это заболевание обнаруживается на поздней стадии, и оно распространено только в конкретных регионах, нет других видов терапии, в основном это хирургия. А также бывают разные виды хирургии, если менее радикальные, более радикальные. Но в любом случае мы говорим о обреченности, поскольку заканчивается всю смертью спустя некоторое количество времени, которое еще может прожить пациент. Если мы смотрим на хирургию, то здесь, прежде всего, мы говорим о холлицистектомии. Это было разработано Гленом в 1954 году, как региональная вариация липоэктомии, лимфадоэктомии. И потом было усовершенствовано целым рядом исследователей, хирургов, и произошла определенная хирургическая эволюция того, как проводится операция. Было время, когда решили делать более радикальные виды операций хирургической, но сейчас маятник вернулся уже опять к менее радикальным решениям хирургическим. И это объясняется тем, что мы продвинулись в нашем оборудовании, в тех методах, которые используются в хирургии на современном этапе. И, тем не менее, мы ненамного пока снизили смертность, мы не видим прямой выгоды от более эффективной хирургии. Вы здесь видите, как выглядит операция, и вы видите, что производится резистекция. Это напрямую связано также с операцией на печени. Иногда эту операцию проводят совместно, поскольку бывают случаи, когда одна опухоль связана с другой, и мы в таком случае решаем часто вопрос о том, какую часть печени имеет смысл удалить, какую часть печени удалить. И также нужно учитывать, что есть разные теории инвазии в печень. Японцы также предлагали свою теорию. Лимфатическая теория, теория, что распространяется по венам в основном, эмбриологическая теория и так далее. Несмотря на то, что японские ученые также изучали проблематику этого вопроса, мы можем сказать, что мы не видим какого-либо улучшения. Если посмотреть на лимфатическую пути распространения этого заболевания, в 1991 году была предложена еще схема, что может происходить в организме. Медиальные стенки, поперечные стенки, и как это заболевание по узлам лимфатическим может попадать, достигать желчного пузыря. Это стандартная, дальше показанная схема расположения узлов, которые подлежат диссекции в ходе такой операции. Опять же, группа лимфонода, которая относится к поджелудочной железе, так же, как видите, здесь показана, сколько требуется узлов вырежать, истекать данные операции, зависит от того, как они располагаются. И, конечно же, нужно смотреть на конкретную ситуацию, какие из них повреждены. Было, тем не менее, показано, что радикальное сечение имеет смысл. Несмотря на это, требуется изучение состояния и степени поражения конкретных узлов лимфатических. Существует такая рекомендация, что по крайней мере 6 лимфатических узлов, находящихся вблизи, имеет смысл проводить диссекцию, чтобы наверняка очистить от опухолей прилегающее пространство. Сейчас мы видим, что иссечение протоков можно избежать, хотя ранее они считали, что их обязательно надо в ходе такой операции также удалять, поскольку тогда присутствовал более радикальный метод проведения этой операции. Мы должны отметить также еще и случайный, так называемый случайный рак желчного пузыря, который вызывается другими заболеваниями в организме. И от 2 до 2,9% всех колесистемактами, которые сейчас проводятся, предполагаются для больных заболеваниями желчного пузыря. Но если мы говорим о заболеваниях, то мы сейчас широко используем лапароскопию, и это позволяет значительно ускорить операцию, проводить ее в бурле короткое время. И также, когда к нам приходит пациент, когда мы подозреваем злокачественность, мы должны сначала определить реологически, патологически, какая стадия. И одна треть примерно пациентов после такого анализа им присваивается стадия более высокая, чем изначально наблюдаемая. Очень много в этом лечении зависит от того, насколько рано обнаружено это заболевание. Поэтому нужно как можно раньше пытаться его обнаружить. И до настоящего времени нет данных, которые бы определяли этот период. Таким образом, вы должны повторно оперировать этого человека для полной зачистки. В нашем центре у нас практически проходит 3 месяца до операции этого пациента. Эта диаграмма показывает, как мы работаем с этим раком, если нет медостаз, если есть положительный край. Но большинство пациентов имеет действительно диссекцию, холитексоктомия в случае случайного рака желудочного пузыря. Это наш опыт в институте. Практически каждый год у нас примерно 600 случаев рака желудочного пузыря. У нас также предоставляется апплиативная помощь. Мы можем пролечивать только 20-25% пациентов. И это хирургические данные. На основании публикации, как вы видите, количество повышается. С периодом времени за полтора года мы делали вот это количество рецессий. И в основном пациенты поступают на ревизию после первичной холистоктомии. И мы делаем ее для очень выбранных пациентов. Очень также важно знать, что по мере прогрессивного заболевания мы также практически 25% пациентов получают новую одевантную терапию до операции. И наша заболеваемость и смертность сходно со средними данными. Это рукопись в настоящее время публикуется. Это результаты по трём годам 62%, 92%. Что касается стадии 3, то в основном 63% выживают. Итак, будущее направление. Мы видели, что только операция не сможет действительно улучшить результаты в случае рака желтного пузыря. Но, в общем-то, существует определенный застой. Мы знаем, что это агрессивная опухоль с очень агрессивной биологией. Поэтому мы должны смотреть вперёд в будущее относительно перспектив. И мы должны повысить выживаемость и результаты. Поэтому необходимо также обратиться к этой группе пациентов с точки зрения диагностической точки зрения, с точки зрения лечения. И поэтому мы также смотрим генетические вариации в случае рака желтного пузыря. И это исследование было опубликовано в Ланцете в этом году относительно генетической восприемчивости к этой виду рода. И мы также определили ABCB1, ABCB2 и гены, которые очень важны для патологии этого рака. И результаты в настоящее время реплицируются по всему миру. Ещё очень важные диагностики – это роль PET-сканирования при этом раке. И таким образом мы диагностируем метастазы. И это имеет очень высокое отрицательное предъясненное значение не только для первичного рака, но и для случайного рака желтного пузыря. Мы можем этот метод использовать для пациентов, которые имеют агрессивную биологию опухоли, которые метастазируют. И опять же, это PET-скан, который рекомендуется для всех видов случайного рака желтного пузыря с этим стадированием. После того, как мы знаем, что эта опухоль агрессированная, она очень быстро распространяется, тогда необходимо использовать химиотерапию для того, чтобы контролировать микрометастазы и также для того, чтобы выбрать пациентов, у которых менее агрессивная биология рака. И таким образом вы видите вот это неводевантную химиотерапию, которая повышает возможность проводить резекцию и выживаемость после рака. Мы также рассматриваем, как лечить эти заболевания высокой степени, которые не метастазируют. И поэтому мы также используем такую выбранную группу пациентов, стадию заболевания, у которых можно понизить, используя химиотерапию для того, чтобы улучшить возможность резекции, повысить выживаемость. Если действительно мы рассмотрим адеватную терапию, метаанализ был опубликован в журнале «Рак» китайской группы, он показал, что используя химиотерапию в качестве одеватного лечения можно также применяться и с пациентом со стадией заболевания, не только первой стадии. И таким образом в настоящее время руководство АСИ рекомендуется химиотерапию для стадии 2 или 3, когда неизвестны позитивные случаи. Фактически мы можем, может быть, проводить химиотерапию после радикальной резекции. Это последнее исследование, которое только что было опубликовано в ЭСКО в этом году. Это адеватный капситабин, и также для пациентов с раком желчного пузыря. И таким образом это повышает выживаемость пациентов с резекцией желчных путей. Таким образом они решили, что необходимо использовать капситабин в качестве стандартного лечения в случае рака желчного пузыря. И у нас еще очень много необходимости делать в будущем. Идут два рандомизированных исследования. исследования из нашего центра, где также рассматриваем вопрос химотерапии до операции для местно распространенного не метастатического рака. Мы можем снизить стадию, затем проводить резекцию. А это химотерапия после диссекции в случае рака желчного пузыря. И может быть потом будут получены другие ответы относительно того, как мы можем улучшить возможности агрессивной хирургии. Что касается работы в будущем, Индия действительно занимает лидирующее положение в области лечения рака желчного пузыря. Мы должны достигнуть международного консенсуса и разработать однородное руководство в этой области. Но мы должны также стандартизировать протоколы лечения, хирургические процедуры, проводить больше рандомизированных исследований. И необходимо это сделать для того, чтобы улучшить результат. Спасибо за внимание. Большое спасибо за такой информативный доклад, за партим лекцией, за то, что вы поделились с вашим опытом. У меня есть вопросы. Когда вы говорите о высокой стадии рака желчного пузыря, что вы имеете в виду? Вы используете рутинную лимфоденотомию и патологические исследования, например, ретропанкреатические, ретродоаденальные исследования. И что вы делаете, если вы там видите метастазы во время первичной операции? Когда я говорю о высокой степени этого рака, мы смотрим, допустим, если мы смотрим, это рак Т3, который включает инвазию в соседний орган, допустим, паренхемопетени или ретропанкреатическая область. Или же это пациент, который уже, в котором мы видим заболевание узлов. Ну, мы, конечно, видим, допустим, КТСКИН или ПЭСКИН. Это заболевание может быть метастатическое. Мы не говорим о метастатическом раке. И это просто рак Т3,5 или положительный, это считается рак продвинутой стадии, высокой стадии. Еще один вопрос. Как вы выбираете пациентов на неодиватные терапии? Мы определили наши критерии. И мы не берем пациентов, у которых раньше был этот рак. Но это пациенты, которые приходят к нам на очень ранние стадии. Их немного. Мы знаем, что у них метастаз нет. И поэтому мы можем проводить операцию после снижения стадии заболевания. То есть это не позитивное заболевание, но нет фактической инвазии в панкреатическую зону или же инфильтрации в печени менее 5 сантиметров. Может быть, мы можем проводить гипертокии или если вовлечена печеночная артерия. И может быть, мы можем для этой группы пациентов снизить стадию или еще другая стадия. Мы даем химиотерапию посмотреть, каким образом уменьшить опухоль или снизить стадию. И опять же, мы используем антихимиотерапию. Если мы используем химиотерапию, неодевантное лечение, таким образом мы можем определить пациентов, которые имеют опухоль с агрессивной биологией, которая может быть... Если у пациентов наблюдает прогрессия при химиотерапии, мы тогда не хотим оперировать. Если наблюдается регресс заболевания, у этих пациентов будет лучший результат, тогда мы их оперируем. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.